Да, насчет очищения кишечника. Это хорошая вещь. Да, давайте я об этом вам поговорю, немножко вам расскажу в целом, да. Смотрите, очищение организма – это хорошо. Да, еще я очень важную вещь вам хочу сказать. Каждый человек должен по утрам, после душа, очень в микродозах смазывать свое тело, все тело полностью с волосами, одним из трех видов масла. Это продлевает жизнь. Как выбрать свое масло? Выберите просто, попробовав. Эти масла никогда не надоедают. Топленое сливочное масло – раз, кунжутное масло – два, кокосовое масло – три. Три варианта тех масел, которым надо смазываться всю жизнь, можно. Улучшение иммунитета, улучшение кожи, улучшение волос, улучшение пищеварения. Все это происходит за счет увеличения продолжительности жизни. Как это делать, сейчас объясню. Вы моетесь, когда под душем, да. Вот когда вы уже там помылись мылом, все в конце. Берете несколько капель на сырое тело масло и растираете. Оно растекается по всему телу. Потом опять под душ и полотенцем вытираетесь. От тела будет просто пахнуть чуть-чуть, масла не видно будет вообще. Просто запах чуть-чуть остается, все. Вот это то, что нужно человеку снаружи. И маслянистые чуть-чуть волосы. Все эти масла греют. Я изучал 80 видов масел. Все масла, кроме этих трех, причем человеку только одно из этих трех подходит. Я могу протестировать человека и сказать, что ему подходит из этих трех. Вот вам подходит кокосовое. Но всем я сказать не могу. А? Вы поймите, что вам вот такой баночки хватит на пять месяцев. Там капелька просто нужна, понимаете? Не нужно много. Все масла греют. 80 видов масел изучал. Все греют, перегревают человека. И непереносимы надолго. Они, возможно, лечение маслами таким можно лечиться. Но это очень индивидуально, очень опасно. И лучше не экспериментировать. Эти три масла, они подходят на всю жизнь. И очень дают хороший результат со здоровьем. Потому что они не перегревают. Это охлаждающие масла. Их всего три в природе существует. Топленое, сливочное, кунжутное и кокосовое. Все. Лучше не рискуйте. Только с утра, один раз в день во время душа. Все. Все остальное может подорвать здоровье. С маслом не экспериментируйте. Это опасная штука. Дальше двигаемся вперед. Смотрите, клизма. Зачем она нужна? Клизма нужна для того, чтобы лечить кишечник. Иногда вот эта вот питательная клизма, то есть вы берете водой, с водой делаете клизму, очищаете кишечник. Это надо делать иногда, когда вы чувствуете болеть в кишечнике, стало. Иногда кишечник засоряется. Клизмы нужны для того, чтобы очистить кишечник. Для того, чтобы лишнего все там оттуда ушло, и как бы организм стал лучше, здоровее от этого. Понимаете? Потому что все, что скапливается в кишечнике, это потом всасывается в кровь, и как бы человек от этого страдает. Следующее. Пиявки. Нужны. Когда человек очень гневливый, у него очень воспаленная психика такая, сильно психует, нервничает. Найдите врача, который лечит пиявками, сами не делайте. И он поставит на ноги лучше всего. На ноги. Сразу психика спокойная. Вот это все проходит. Просто потрясающий результат. Очень хорошее лечение. Это очищение организма. Это очищение организма. Как часто таким людям? Вот вам я бы советовал раз в два месяца. Это не смешно. У нее очень много жара в организме, давление от этого повышается. Я вам советую это лечение. Но если человек мерзнет постоянно, ему вообще не надо даже взглядеть на этих пиявок. И с разной конституцией просто у людей. Теперь масляный массаж. Массаж с маслом. Сильно эффективное, сильное воздействие, сильное опасное лечение. Нужен только специалист серьезно делать. Я видел случаи, когда людей чуть ли не убивают масляным массажом. Больше того, бывает так, что масло человеку просто не подходит какое-то. Им его мажут. И тогда можно даже без массажа загнуться. Понимаете, будьте очень осторожны. Сейчас это популярная такая вещь. Это очень опасная методика. Но она очень сильная. То есть есть в Индии такие клиники, где очень серьезно изучают, как это делать. Называется панчакарма. То есть там масляный массаж сочетается с очистениями клизмы, всякие слабительные и все прочее. Это очень сильно очищает организм. Это омолаживает организм. Но надо найти, я даже не могу вам кого-то посоветовать, боюсь. Методика сильно действующая, но очень эффективная. Самим делать эти вещи нельзя. Это только врач может делать. Теперь мазать маслом какие-то части тела небольшие. Если вы научились понимать, какое из трех масел вам подходит, оно будет вам помогать также в лечении. Если сустав заболел, мажьте этим маслом, которое вам подходит. Как понять? А вы, вот сейчас я вам расскажу, как понять. Есть три способа, как понять. Первый способ. Неделю мажетесь и чувствуете. Как вы себя чувствуете? Если чувствуете, вам бодрее стало, легче, хорошо ваше масло. Если жарко стало, душно, не ваше. Второй способ. Понюхайте. Если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, прохладный от масла, ваше масло. А если теплый, не ваше. И третий способ. Просто наносите, когда наносите масло, попробуйте просто прочувствовать. Вам это нравится или нет? Некоторым просто не нравится. Он не хочет это делать. Значит, не ваше масло. Женщинам часто нравится, не нравится. Вот это срабатывает. Топленое масло является самым лучшим маслом на земле. Надо взять просто сливочное масло. Большинство сливочных масел сейчас в магазине – это подделка. Это смесь с палевым маслом и с животными маслами. Надо найти натуральное, это у бабушек в деревне, натуральное сливочное масло. Несколько килограмм крадете в кастрюлю, включаете слабый огонь. Это все растапливается. Там появляется осадок белый внизу. Его надо использовать в приготовлении риса, там, круп различных, каш очень полезно. А сверху янтарная жидкость такая, янтарного цвета. Ее надо снять, то есть слить эту жидкость янтарную. Это называется топленым маслом. Лучше хранить в холодильнике. Видите, оно застывает белого, такого светло-янтарного цвета, такого, как светлый белый янтарь. Такого цвета оно. А? Ну, минут 15 все растает за 15 минут. Пока оно не станет таким янтарным, не надо его до кипячения довозить там. Просто вот сделайте, чтобы оно растаяло и стало янтарным. Чуть-чуть оно такое поварится, чуть-чуть, и разделится. Сверху янтарь, снизу белое. Белое оставляйте там для приготовления. А топленое масло используйте в лечении, в питании. Днем, лучше всего днем готовить на топленом масле. Вечером опасно уже для здоровья. Любое масло вечером добавлять. Понемножку можно все равно по вечерам масло. Белое масло.